В кабинете главного бухгалтера 10-й детской поликлиники сегодня было шумно. Эльвире Латышевой сегодня пришлось добиваться адекватного ответа на вопрос, куда делись из архива сведения о ее работе в этом медицинском заведении. Я письменно сначала получила справку на свой письменный вопрос. Я получила справку, что архив утерян. Эта справка у меня есть. Ирина Васильевна, что ли ее звали, она мне сказала, что у меня столько с 92-го года. Эти все документы у меня есть. 55-летний врач-гомеопат почти 10 лет отдала детской поликлинике. Но после того, как ее объединили с другим профильным заведением, архив много раз переезжал с места на место. По-видимому, во время переезда в данные о работе женщины с 1985 по 1992 год где-то затерялись. Когда у меня была хорошая зарплата, поскольку я работала на полторы ставки, на 1,75, то мне бухгалтер этой поликлиники ответила, что они не могут найти никаких документов. Но, тем не менее, под влиянием каких-то внешних факторов, а именно пенсионного фонда, она нашла справку с декабря 1988 года. Но эта справка тоже была очень с маленькой зарплатой, потому что уже с середины 90-го года я ушла в декретный отпуск. Заглянуть в архив и попытаться найти хоть что-нибудь сегодня у Эльвиры не получилось. Дверь в кабинет архива оказалась запертой, потому что, по словам главврача, человек, который отвечает за хранение документов, находится в отпуске. Но ключи от архива сотрудник почему-то взял вместе с собой. Спустя какое-то время ключи все-таки нашлись в регистратуре. Эльвира предполагает, что в архив ее и нашу съемочную группу не пустили из-за бардака внутри. Главный бухгалтер поликлиники Эльмира Галиева не видит особого смысла в поиске потерянных документов. По ее мнению, пенсия от этого сильно-то и не изменится. Эльвира Львовна работала начинающим врачом. То есть она только-только пришла. Я не думаю, что в то время в бюджете были большие заработные платы. Если она работала начинающим врачом, значит у нее не было никаких доплат. Сама же пенсионерка говорит, что по тем временам она получала приличные деньги из-за довольно большой нагрузки. Сегодня в пенсионном фонде нам пояснили, что надеяться в подобных случаях стоит только на себя. Архивы организации нигде не дублируются, единой базы данных нет. Поэтому специалисты рекомендуют следить за сохранностью своих данных о местах работы. А также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».